Здравствуйте! В эфире программа «Преображение» и её ведущая Анна Юрина. Сегодня мы с вами побываем на стройплощадках православных храмов и вместе с сёстрами Милосердия поздравим женщин с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, поднимемся под купол Свято-Симеоновского кафедрального собора, а также посетим старинный храм, который ждёт своего возрождения. Митрополит Григорий и Владимир Мякуш обсудили вопросы, которые требуют совместных решений Законодательного собрания и Челябинской митрополии. В том числе на встрече в областном парламенте говорили о строительстве Кафедрального Христорождественского собора. Владыка Григорий выразил уверенность, что храм будет завершён усилиями всех прихожан и неравнодушных челябинцев. А Владимир Мякуш заметил, что собор безусловно станет украшением столицы Южного Урала. О строительстве новых православных храмов говорили и в Снежинске, куда Владыка Григорий отправился с рабочим визитом. Свой первый архипастерский визит Высокопреосвященнейший Григорий начал с посещения храма Святого Архистратига Михаила, расположенного на территории Снежинского полка, где его встречал глава города. Петропавец Челябинский, Григорий, рад побывать у Вас здесь, в Новограде, в Снежинске. Да, нам тоже очень приятно, для нас это знаковое особое сердце. Я здесь буду как можно чаще бывать, чтобы вместе с теми, кто здесь живёт, молиться, ну и, конечно, заботиться о духовном просвещении, духовном окравлении народа Божия. Сейчас мы пройдём в храм. Под колокольный звон Владыка Григорий в сопровождении руководства города, ядерного центра, войсковой части и Снежинского православного прихода вошёл в храм. Осмотрел убранство, отметив, что помещение небольшое, сразу уточнил, кто посещает и как работает храм. Сколько в части численности? Полтора тысячи. Спасибо, что вы гражданских пускаете. Так, замечательно. Спасибо, замечательно. Хорошо. Напомним, что этот храм на территории войсковой части был первым, построенным в городе храмом, освящение которого состоялось 11 лет назад. Далее Владыка Григорий поехал смотреть домовой храм Снежинского филиала «Не я ум не фи». Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова открылся здесь в 2013 году, чтобы создать условия для духовного развития студентов, сеять разумное, доброе, вечное, в том числе с помощью православия. Как вы сейчас услышите? Здесь каждое воскресенье 8.30, литургия для детей и родителей воскресной школы. Ну что ж, замечательный храм. Здесь занимаетесь, да? Здесь у нас еще один кабинет и ясельная группа у нас, ясельная комната. Можем показать вам у школы. Сейчас мы посмотрим. Воскресная школа, это просто сейчас необходимо для просвещения. Особенно для работы с детьми. Сейчас едет к нам Сергея Радовичского. Ну это основной храм, правильно? Ну да, в малый храм пристроящемся. Хранил Господь, дорогие братья и сестры, прихожане этого, пусть небольшого, но православного храма. Преподав свое архипастерское благословение, находящимся в храме прихожанам, Владыка Григорий направился на место строящегося неподалеку храма в честь иконы Божьей Матери Державная. Владыка, это представитель технодзоров, это новый подрядчик, потому что мы в этом году, у меня его подрядчик, в этом есть необходимость. Планы на будущий год. Сейчас мы, значит, от метки 10 метров, заканчивается кирпичная кладка. В этом плане дойти до отметки 11 метров. То есть поднять стены еще на 3 метра. Так. То есть уже часть окон будет, да? Да, 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 да. Второй ярус окон уже начнется на этой отметке. Вы когда начнете кладку? Кладку, значит, по предписанию проектировщиков мы ведем только в теплое время года. То есть как только погода нам позволит, мы выходим на строительство объектов. Будем стараться. С Богом, дай Бог. Доброе дело. Мы живем в такое время, когда мы имеем возможность строить храмы. Еще примерно 30 лет назад даже мечтать об этом нельзя было. А сейчас мы имеем такую счастливую возможность. Эту возможность даровал нам Господь. Само по себе строительство храма Божия – это величайшее Божье дело, доброе дело, дело святое. И не всем Господь дает такую возможность. А если Он нам дал эту возможность, это послушание, то мы должны его исполнить со всей тщательностью. Следующий приезд владыки Григория ожидается летом. Осталось всего 4 дня до отъезда из Челябинска частицы мощей святого Спиридона Тремифунского. 16 апреля в 17.00 в Александроневском храме на Алом Поле отслужат последний молебен перед святыней. Первый массовый ажиотаж уже спал, и очереди к святыне стали меньше. Поэтому у южноуральцев есть уникальная возможность прийти к святителю Спиридону и спокойно помолиться у его честных мощей. Напомним, храм ежедневно открыт для посещений с 7 утра и до 10 вечера. Спиридон Тремифунский – один из самых любимых народом святых. Многие рассказывают о том, как чудотворец помогает в решении квартирного вопроса и финансовых проблем. Святого можно просить о здоровье, о возвращении оступившегося человека на путь истинный или о восстановлении справедливости. Православные добровольцы отправились в женскую консультацию с необычным заданием – поблагодарить женщин за их материнскую миссию. В акции приняли участие сестры Милосердия и волонтеры храма святого Иоанна Воина на северо-западе Челябинска. Мероприятие приурожили к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Каждой пациентке, а также врачам и медсестрам участницы дарили нежный белый цветок и теплые слова поздравлений. Главная цель – показать, насколько велика и значима роль женщины как матери в жизни общества. Еще раз напомнить, что жизнь человека начинается с момента зачатия и что она бесценна. Завтра, в Пятое воскресенье Великого Поста, Православная Церковь вспоминает и прославляет Святую Марию Египетскую. Немногие подвижники веры удостоены особой чести поминовения в дни Великого Поста перед Пасхой. Среди них только одна женщина – Преподобная Мария. Жизнь ее необычна, необычен и путь к Богу. В молодости она была блудницей, много грешила перед Господом, но потом через покаяние стала праведницей и считается одной из самых великих святых в истории христианства. По традиции, на пятой неделе Великого Поста в среду вечером в храмах совершалось богослужение, которое принято называть «Марией настояние». Это продолжительная служба, которая бывает только раз в году. Она настраивает верующих достойно завершить пост и встретить воскресенье Христова. Во время богослужения звучит великий канон Андрея Критского, а также прочитывается канон и житие Преподобной Марии Египетской. Ее пример дает надежду и ясное понимание того, что любой человек, отвратившийся от зла, становится дорогим чадом Божиим. Тем временем в Кафедральном соборе Челябинска полным ходом идет обновление росписей Центрального купола. Работы планируют завершить к вербному воскресенью. Центральная часть Свято-Симеоновского собора выглядит сегодня необычно. Богослужения совершаются среди строительных лесов, уходящих под самый купол. А когда звуки церковных песнопений стихают, за дело принимается команда иконописцев. Работы стартовали в феврале. Обновлением росписей занимаются специалисты Межобластного научно-реставрационного художественного управления города Москвы. Объем работ очень велик. Иконописцы создадут крупный образ Христа Спасителя в купольной части. Заново напишут фигуры архангелов. Украсят интерьеры орнаментальными росписями. Храбжи к 19 веку относятся. Вот здесь была академическая же писем. Вот так же и пишем в этом же стиле. Только чуть с более классическими, более правильными элементами. Опять же, то, что Гризарь сейчас начинается, здесь орнаменты идут уже более стилизованные, именно будут академические образы под классический стиль архитектуры. Всего в иконописной арт-теле семь мастеров. Работают в команде и альфрейщики. Альфрейная живопись – это имитация гипсовой лепнины. Она придает интерьерам особую выразительность, но очень сложна. Требует от мастера большого физического напряжения и сосредоточенности. В архитектуре она не напрягает. Здесь игра света и теней. И, конечно, она будет в храбе. Это возгодоприятнее, чем тяжелые потолки. А здесь, наоборот, эффект воздуха. Светоносность, воздушность вот этой вот. Свято-Симеоновский собор мастерам очень нравится. Иконописцы отмечают, что он очень радостный, гармоничный в цвете, с оригинальным иконостасом. Легкая архитектура создает светлое праздничное настроение. В старинном русском селе Юшково есть храм с редким именем и необычной судьбой. Зданию 127 лет, и его вековые стены не удалось взорвать в советские годы. Сейчас люди восстанавливают свой храм в надежде, что вместе с ним жизнь вернется в деревню. Храм – это всегда самая главная стройка в любом русском селении. В Юшково сперва была деревянная церковь, но в 1892 году жители начали строить каменную. Имя ей дали в честь святых бессеребренников Косьмы и Дамиана, двух братьев, которые помогали простым людям и бесплатно их лечили. С этим сельским храмом связано множество удивительных историй. Например, здесь начинал свое служение будущий священно-мученик Петр Смородинцев. Тогда был Смородинцев здесь, такой хороший батюшка здесь был. Вот у меня тетя двоюродная, она всегда его вспоминала. Вот это был, говорит, человек. В 1932 году храм закрыли. Крестьяне массово стали колхозниками, но еще долгие годы продолжали отмечать престольный праздник. У нас всегда по деревне, у нас раньше было три колхоза в советское время, люди были атеисты, но они всегда праздновали престольный праздник, Кузьмин день. В этой старине праздновали в ноябре, в той старине праздновали летом, в июле. В общем, это все передается, все равно из поколения в поколение это передается, эта ниточка не обрывается. Строилась деревня долго, а развалилась за пару десятков лет. В 90-х закрылся совхоз, и люди стали уезжать кто куда. Сейчас всего населения 300 человек. Люди сначала были в шоке, растерянности, а потом встряхнулись, собрались на поляне возле храма и решили, будем восстанавливать храм. Будет храм, вернется в село и жизнь. А то, что вот, ну просто должно в деревне все жить, ну это вот, ясно как божий день. Это у нас вот сейчас, если взять вот эту улицу, она разрушается тоже. Один умрет, никто не купит. Второй умрет, никто не купит. И сейчас у нас так все развалится, и у нас ничего не будет, если мы еще и... Надо же возродить. Сюда люди поедут, может быть даже жить к нам кто-то сюда приедет. Первым делом юшковцы отремонтировали заброшенное здание школы и обустроили тут временный храм. Из домов понесли старинные иконы, которые сберегли в самые голодные годы. Вот я считаю, что эта икона очень драгоценна даже тем, что когда в 90-е годы была полная разруха, люди приезжали, хотели купить у моей бабушки, но она отказалась продать, не отдала ни за какие деньги. И я и вот таких икон в нашем приходе, я считаю, старых именно икон, довольно много. С 2014 года настоятелем в Юшково служит отец Валерий Борисенко. В прошлом городской человек, занимал хорошую руководящую должность, но все бросил и стал деревенским священником. Таких, как Юшково, у него еще пять приходов. В деревнях служится хорошо. Здесь люди более открытые. По крайней мере, даже некоторые мысли и помыслы у них на лице написаны. То есть можно даже знать, о чем человек думает, что помышляет. Если три года, четыре года назад некоторые подходили на исповедь и говорят, а у меня нет грехов, то сейчас подходят, батюшка, откуда они берутся? У меня их столько. То есть они меняются и стараются уже выполнять заповеди, стараются меньше осуждать, если это происходит, меньше на кого-то сердиться, злиться. Уже в семьях стараются как-то более находить контакты со второй своей половинкой. Все меняемся. Теперь осталось самое сложное – восстановить исторический храм. Всем селом провели субботник. Вывезли навоз, скосили траву вокруг, заколотили дыры, чтобы скотина не заходила. Теперь нужны деньги на крышу и общий инженерный проект реконструкции. Юшковцы было приуныли. Своих богачей в селе нет. Но взяли себя в руки. А если к народу обратиться? Наверняка в городах есть люди, которые могли бы помочь взять шефство над старым храмом. Будут приезжать в гости, потрудиться на свежем воздухе, погостить, пирогов деревенских поесть с парным молоком. Не может так оставаться деревенский храм. Еще до войны его взрывали несколько раз. Но он даже не качнулся. Вот в чем загвоздка. Ведь зачем-то он выстоял. На сегодня это все. С вами была Анна Юрина и программа «Преображение». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»